Суббота, 9.30 утра. В районе Вечного Огня активное движение. Сюда съезжаются десятки велосипедистов. Повода для старта лучше и не придумаешь. Чему приуроченил пробег, знаешь? Дню Победы, 9 мая. А в каком году война завершилась в Великой Отечественной? В 45-м. Кто победил? Советский Союз. Почему важно помнить наших прадедов, дедов? Без памяти народа не будет. Давно на велосипеде катаетесь? Нет, сегодня первый раз. Первый раз? Да. Чего не падали? Нет. К чему приуроченил пробег? К чему? К победе. Да, Дню Победы. Почему это один из самых главных, если не главный праздник в нашей стране? Ну это же День Победы. Мы победили фашистов. Хотелось бы, чтобы чуть-чуть потеплее было. А вообще настроение бодрое. Открывать велосезон в мае давняя традиция. С каждым годом в двухколесные акции присоединяются все больше горожан. Протяженность веломаршрута более 8 километров. Проходит он по главным улицам города. Минская Октябрьская Карбышева. В колонне любителей байка почти две сотни человек. Но и это не итоговая цифра. Аисты и стелсы буквально размножаются на глазах. 10.00. На старте 1000 байков. Колонна начинает движение. Сезон открыт. Финиширует колонна в районе Бобруйской арены. Сюрприз от организаторов. Участники велопробега создают живую надпись. Спасибо за победу. Руководство города, депутаты, представители организаций и предприятий. В этот день многие меняют деловые костюмы на спортивные. Праздник объединяет. У каждого сегодня в сердце тепло про своих дедов, прадедов. И вот таким методом мы выразили и сказали им спасибо. Спасибо им за победу. Спасибо за это мирное небо и свету. И за то, что мы вообще живем. Замечательно, что сегодня, в принципе, это уже традиция. Такой вот замечательный заезд. Это посвященный, наверное, самому священному празднику для белорусского народа. Потому что трагедия утраты Великой Отечественной войны, она коснулась каждую белорусскую семью. Не обходится в этот день и без лехоатлетической эстафеты. Спортивной традиции уже далеко за 30. Бегут, как всегда, все. Школьники, учащиеся колледжи, работники предприятий. В каждой команде по 10 участников столько же этапов. Финиш на беговой дорожке стадиона «Спартак». В текущем году у нас приняло участие порядка 28 женских и 47 мужских команд. Всего 75 команд, 750 человек участников. Абсолютными чемпионами эстафеты среди мужских команд стал подростковый клуб «Северное сияние». Среди женских команд средняя школа номер 27. Абсолютным победителям, кроме дипломов, вручают памятные сувениры. Спонсор спортивного праздника – редакция газеты «Бобруйское житё». Возложение цветов к мемориальному комплексу жертвам фашизма – красивая точка в спортивном празднике. В памяти о героях не забвенно. Бобруйск. Помнит. Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галенка. Итоги недели.